Поговорим теперь про транспонирование. Начнем с самого простого. Выбираем цилиндр вот здесь среди примитивов. Создаем его. Превращаем в Polymesh 3D. Выключаем перспективу, если она включена. Потом я скажу, зачем это нужно. И мы можем транспланировать наш объект. Сейчас мы находимся в режиме редактирования. И мы можем перейти в режим передвижения. Это WV. У нас сразу включается инструмент Transpose. Его мы можем использовать для того, чтобы перемещать наш объект. И тот же самый инструмент Transpose у нас будет также при вращении объекта и при масштабировании. И мы поговорим о каждом этом режиме поподробнее. Что такое эта линия перемещения? Это наша основа для перемещения. И есть несколько трюков, связанных именно с этой линией. Итак, линия перемещения имеет три круга. И внутри них есть еще три круга. Внешний круг я использую исключительно для перемещения самой линии. А внутренний круг я использую для перемещения самого цилиндра. Если я нажму на поверхность, то я создам эту линию заново. Именно в том месте, где я нажму. Если вы нажмете на линию, то вы можете перемещаться. Если вы хотите перемещать объект относительно верхней поверхности, то мы перемещаем с помощью среднего круга. Если мы нажмем Shift, то перемещение у нас получится только по одной оси. Вверх, вниз, влево, вправо. И оно не будет никуда склоняться. Вот таким вот образом. Если мы не нажмем, то мы сможем перемещать по всем осям. Также у нас не комплексный объект. То есть он состоит только из одного цилиндра. Поэтому я перехожу к саптулам. И добавляю еще, допустим, сферу. Если мы нажмем на эту кнопку, то мы сможем увидеть полностью весь объект, который находится внутри цилиндра. И очень большая разница между этими объектами состоит в том, что если вы хотите посмотреть сквозь объект, вам нужно видеть, есть ли тень. Или если ее нет, то мы просто выключаем. Поговорим об этом немного позже. Сфера полностью внутри. И теперь нам нужно вытянуть ее оттуда. Перейдем к меню деформации. И по оси X перемещаем вверх или вниз слайдер. Если мы выключим сетку, обозначающую пол, то когда мы будем регулировать эти изменения, мы также перенесем и пол вместе с нашим объектом. Мы также можем использовать другой режим. Нажимаем V, затем на поверхность, и можно попробовать вытащить объект полностью. Для этого нам нужно нажать на объект, или просто оставаться на поверхности. Вы знаете, что мы можем вытолкнуть наш цилиндр наверх довольно просто. Просто зажимаем Shift и можем перемещать его вверх-вниз. И так у нас получается, что цилиндр сверху сферы. Теперь можно выключить Transpose. И если я нажму на объект и зажму Shift, и потащу вверх, то вот эта нижняя часть, она будет двигаться. И таким образом будет меняться масштаб нашего объекта. Если я хочу изменить масштаб нашего объекта на какой-то другой, то могу также и трогать другие круги. И мы таким образом будем получать уже совершенно разные формы масштабирования. Вот таким вот образом это все делается. Самая обычная форма масштабирования, это все увеличивается в одном порядке. Необычный масштаб, это если я хочу изменить масштаб в каком-то одном направлении. В этом случае я зажимаю Shift и протаскиваю в том направлении, в котором я хочу получить свои изменения. Если я возьму какой-то другой круг, то мы увидим, как грани будут изменяться. Это интересно, и иногда можно использовать подобные вещи в ZBrush. Основательно для транспонирования я использую линию перемещения. И то же самое, что я делал до этого, я могу сделать в обратном направлении. Также я могу вам продемонстрировать, как изменяется сетка при использовании Transpose. Также вы можете в любом направлении выбрать ваше транспонирование и затем прикрепить его по направлению к камере. Вот посмотрите, если сейчас у вас выбрано вот такое вот транспонирование, и вы не сможете нормально управлять, поэтому вы берете просто и протаскиваете. Таким образом вы можете цепляться к различным точкам на вашей поверхности. Это очень удобно, будто бы кости для персонажа. Вы зажимаете, протаскиваете, и затем можете очень удобно масштабировать, перемещать или вращать ваш объект. Также зажав shift, вы можете вращать ровно на 15 градусов вашу линию транспонирования, просто зажав shift и передвигая мышкой. Если сейчас я зажму shift и захвачу верхний круг, то я смогу перетащить все в этом вот направлении. Transpose это действительно очень круто. Вы должны выучить его на практике. И не только потому, что я сейчас вам его показываю. И не думайте, что вы выучите его так. Не думайте, что в этом инструменте нет смысла. Вот когда вы начнете работать с ним самостоятельно, то вы увидите, какое это имеет значение. Давайте посмотрим, что же мы выяснили. Мы таким вот образом можем удобно располагать нашу линию транспонирования, затем проводить дальнейшие манипуляции, например, сжимать объект, передвигать его различными образами. Можем протаскивать ровно нашу линию транспонирования и очень-очень быстро изменять положение нашего объекта. Если я создам линию транспонирования сбоку, и моя камера будет ровно располагаться, я смогу протаскивать конкретно по этой плоскости нашу модель. Если я изменю положение, даже сейчас вот линии транспонирования, то я все равно смогу так передвигать этот объект. Это очень удобно. Также я могу передвигать саму линию транспонирования, если это необходимо, и в общем проводить различного рода такие вот манипуляции. Итак, нажимаем W и таким образом переходим в режим перемещения. Прикрепляемся к объекту, зажимаем Shift и сделаем прямую линию в верхний угол, конкретно для перемещения. Перемещение мы будем осуществлять в направлении Y и немного здесь изменится вид нашего объекта. Если я переключусь к низу, зажмем Shift и теперь я снова буду перемещать по оси Y. Центральный круг перемещает, а нижний уменьшает. Хорошо. У нас сейчас есть направление прямо здесь. Вот это вот голубая линия. У вас есть X и Y. И вы можете выбрать какое-то направление, которое вам нравится. и вы можете легко перемещаться в том направлении, которое вы выбрали. Также вы можете легко менять их в ходе работы и комбинировать. Вверху здесь вы можете выключить направление. Вы сейчас видите линию транспонирования внутри вашего объекта, ровно посредине. Если вы переместитесь в центр, то вы сможете переместить так же вот здесь. Вы можете нажать на зеленый, затем на белый круг. И можете таким образом перемещать и менять масштаб одновременно одними и тем же инструментом. Камера контролирует клик, который вы делаете. Также вы можете скульптить. Так что вы можете легко нажать на белый круг и продолжить изменять направление транспоуз, применять его или вверху, или внизу, в любом направлении, которое вам угодно.